Час дня на Дону В Шахтинском, 102 в Боковском районе, 107,9 в Морозовске, 103,1 в Семикаракорске, 105,6 в Песченокопском. Большой информационный час Мы начинаем Большой информационный час у микрофона Инна Панфилова за звукорежиссерским пультом Светлана Пушкова. Здравствуйте. Проанонсирую коротко этот час. Итак, говорить будем об одном из главных христианских праздников – о крещении, о традициях и правилах, в том числе о правилах безопасности, но и о том, чего категорически не нужно делать. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 200, ровно 2519. Звоните, участвуйте в нашем разговоре или пишите сообщение на WhatsApp номер 8-938-165-107. Итак, я представляю наших гостей. Говорить на такую важную интересную тему. Сегодня будем с начальником отдела безопасности людей на водных объектах ГУМЧС России по Ростовской области Олегом Силиным, пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским и опытным маржом Сергеем Рухленко. Здравствуйте, гости. Здравствуйте. Добрый день. Благодарю вас, что вы приехали поговорить о крещении. У этого праздника много традиций. Одна из них – это купаться в проруби. Желающих смыть с себя грехи традиционно очень много. У полыней можно видеть людей разного возраста, в том числе и детей. Что наблюдают спасатели в эти дни, где находятся специальные места для купания в Ростове области? Как относятся к такой традиции представители духовенства? И как правильно провести этот день? Ну и как правильно окунуться в прорубь? Поговорим с вами в этом часе. Я предлагаю начать с самого праздника. Давайте подробнее узнаем о нем и расскажем о крещении. Попросить рассказать о крещении мы попросим пресс-секретаря главы Донской митрополии Игоря Петровского. Да, спасибо большое. Я сразу замечу, что вы даже в вводном слове уже допустили одно из самых распространенных ошибок и суеверий, которые церковь не поддерживает. Это вопрос о том, что, погружаясь в воды в этот день, смываются какие-то грехи. Это абсолютно, простите меня за мой французский, чушь. Потому что, представляете, человек живет год, или там, не знаю, от крещения до крещения, грешит, врет, изменяет своей жизни, пьянствует, хулиганит. И потом вдруг в одну из ночей он заходит в плюс два, плюс три в воду, выходит оттуда, веселенький, иногда даже пьяненький, и смываются грехи. Абсолютная чепуха. Для того, чтобы человеку произошло вот это внутреннее серьезное покаяние, для этого необходимо принести сердечное покаяние человеку. Человек поменяет свою жизнь только тогда, когда его ум, сердце и вся жизнь изменятся, а не тогда, когда он голыми пятками войдет в холодную воду, используя как бы этот экстрим для каких-то своих фантазий религиозных. Поэтому ничего общего с христианским пониманием покаяния и прощения грехов, омыванием грехов это не имеет. Что касается самого праздника, праздник крещения описан во всех четырех Евангелиях. Это достаточно противоречивое и не совсем понятное даже для многих христиан событие. Вот когда мы говорим о Рождестве Христово, ну понятно, Христос в Вифлееме родился, о Пасхе тоже понятно, на третий день после страшных страданий Христос воскрес, начало нашей веры. А что такое крещение? Вот Иоанн Предтеча, один из главных фигурантов этого праздника, проповедовал на реке Иордан «Крещение, покаяние, восставление грехов». Греческое слово «крещение» — «баптизу» буквально переводится как «погружение в воду». И вот представляете, Иоанн, креститель, собирает вокруг себя людей, иудеев того времени, приводит их к воде, просит от них на первом месте покаяния, то есть чтобы они исповедовали вслух своих грехи, и после того, как они приносили глубочайшее раскаяние в тех жизненных ошибках, глупостях, уродствах, которые они совершали, он погружал их в воду, вот происходило это «баптизу», и после этого они выходили с прощением грехов. Когда навстречу Иоанну Крестителю пришел Господь Иисус Христос, Иоанна впервые появилась такая внутренняя запинка, он даже не хотел допускать Христа к крещению, потому что внутренним он был пророк, внутренним духом он понял, кто перед ним. Перед ним не просто какой-то совершенный человек, а сам Бог воплотившийся. Какое покаяние, какие грехи, это абсолютная святость. Иоанн сначала пытался задержать Христа и сказал, что не мне крестить тебя, а мне от тебя креститься нужно, мне прощение грехов нужно от тебя. Но Христос сказал, давай не будем спорить, а исполним всякую правду. И Христос заходит в воды Иорданские, не как мы все это делаем в таинстве крещения, получая прощение грехов, а исключительно, но если хотите, формально, чтобы соблюсти определенный закон, он этому не нуждался. Но промыслительным образом, после того, как Христос из вод Иорданских выходит, произошло то, что на языке богословия называется теофония, богоявление. Все люди, которые были вокруг, увидели удивительное атмосферное явление, разверзлись облака, и все услышали голос, причем это были люди совершенно разных возрастов, полов, они услышали голос, который говорил, «Это сын мой возлюбленный, на нем мое благоволение». И увидели, как Иоанн и многие описывали евангелисты, голубя, который сошел на Христа, и многие поняли, прозрели, Иоанн об этом прямо говорит, что это Дух Святой. Поэтому праздник крещения Господня в древности назывался еще праздником Бога явления, когда все три лица Святой Троицы, Бог-Отец в виде голоса, Дух Святой в виде голубя и Сам Господь были явлены народу. И именно с этого момента началась христианская проповедь Христа. Вот это основа праздника. Повторяю, определенный формализм в самом крещении Христа здесь присутствует, потому что он не нуждался в нем, он это сделал для того, чтобы привести определенный пример для нас. И второе, это крещение начиналось с покаяния каждого человека, который приходил к Иоанну Крестителю. Вот это основа праздника, это один из древнейших праздников. Надо сказать, что он был один из первых вообще христианских праздников. Он появился раньше даже, чем Рождество Христово. Сам праздник Рождества появился лет на 200-300 позже, но начали его праздновать. И очень часто его совмещали с праздником Крещения Господня. Не было отдельно Рождества и Крещения. Во многих, кстати, древних церквях, армянской, копской, восточных церквях до сих пор эти два праздника одинаково празднуются в один день. Традиция, о которой мы сейчас, наверное, так полагаю, будем говорить, как мы очень любим говорить на Рождество про, не знаю, какие-то съестные дела по индейку, как это в западной культуре. Или на Пасху мы говорим про освящение куличей и яиц. Так вот, мы и про Крещения. Люди мы такие земные, это нормально абсолютно, поэтому в большинстве своем говорим про внешнюю, традиционную такую составляющую. Надо сказать, что она тоже достаточно поздняя. Древняя церковь не знала никаких Крещений. Более того, если посмотреть историю Москвы, как на Руси это все осуществлялось, действительно с XVI-XVII века выходили на реки, Москвы-реки, называли эту реку Иордань по принципу той реки, в которой Господь крестился. Делали прорубь, это было. Освящали воду, это тоже было. Но в воду никто не заходил. Просто брали воду обычную освященную и так далее. Первые такие вот, ну, зафиксированные уже традиционные крупные купания появились, ну, буквально незадолго до революции. Первая русская революция 1905 года. В 90-е, в начале XX века уже первые церковные хроники описывают, что появляется такая традиция, она становится все более и более популярной. Ну, вот эта традиция пережила и XX век, и даже в советское время, когда были очень многие церковные торжества запрещены. Я видел фотографии конца 40-х, 50-х, даже хрущевских времен 60-х годов. Как правило, в этот день большое количество людей приходили на воды, и несмотря на то, что власти в основном запрещали религиозные праздники, тут они не препятствовали, даже пытались что-то организовать. Ну, везде по-разному это было. Поэтому нужно очень тщательно понять простую вещь. Крещенские купания к празднику крещения имеют самое опосредованное отношение. И если вы хотите провести этот праздник положенным образом, то в первую очередь в христианский праздник нужно вспомнить, было бы неплохо, о Христе. Самый идеальный вариант для этого праздника — это прийти в храм, принести свое покаяние Богу, пройти таинство исповеди, после этого причаститься, набрать святой воды, и эту святую воду, как величайшую святыню, дома использовать в состоянии радости или горя, освещать можно этой водой квартиру, что угодно. Даже в русских деревнях хлева освещали, животных домашних этой водой освещали. Ну а купание — это дело уже такое опциональное. Кто видит в себе какую-то такую потребность, такого вот экстриморелигиозного, знаете, мы русские, такие немножко странные в хорошем смысле люди, нам вот просто гладко как-то жить скучно, поэтому мы все время придумываем себе какие-то экстремальные такие формы развлечения, времяпрепровождение. Ну, пожалуйста, но только нужно соблюдать те правила, о которых, я думаю, чуть позже скажут мои коллеги. Да, чуть позже мы поговорим, и почему купаются, об этом нам расскажет Сергей, он испытывал эти ощущения, он подробно о них расскажет, о безопасности поговорим. Я благодарю вас за историю, Игорь Павлович, за отношения к церкви, подробнее сегодня еще поговорим. Предлагаю послушать, что думают ростовчане о празднике крещения, как они его проводят. Давайте послушаем опрос, который провели. Что для вас праздник крещения? Для меня лично. Да, для вас лично. Хороший, светлый праздник. Обычно сразу прорыв, вода и холод сильный. Праздник крещения – это начало-начал, потому что мы все прекрасно понимаем, что вся наша русская богатая, великая культура берет свое начало в лоне русской православной церкви. Ну, как бы старый праздник, исповедование, купание в воде священной. Когда Иисус купался в Иордане, вот и после того все начали верить в это все. Помимо православного праздника, это еще действительно очищение. Ну, вот сейчас в Ростове домой вернулось второй год, а так в Политве проживала. Там такие празднества были. На набережной всегда и казаки, и горячая кухня. До утра присадились, очень впечатление хорошо. Здесь, в Ростове, конечно, это попроще. А что вы обычно делаете в этот праздник? В церковь обязательно, без церкви никуда. Молюсь, но не купаюсь, потому как боюсь простудиться. Я себя не могу переступить в проруби. Я тепло, знаете, теплое животное. Для меня это все. Но посты тоже практически не соблюдаю, потому что у меня есть продукт, который я ем, и он меня очищает. Спокойно к крещению отношусь. Купаться надо обычно. Прорубя. Вон, едешь на родник, на западный. Я, если честно, за традицию беру купаться на крещение. Третий год подряд. Если у меня в этом году получится, то я обязательно это сделаю. Нет, не купаюсь. Просто в церковь хожу, и все. Водичку святим. Бога просим о милости. К нам, к нашей стране, ко всем. Вот так говорят ростовчане. Наверное, что можно отметить, Игорь Павлович? Что люди помоложе говорят о том, что купаются. Таким образом. Люди как люди. Каждый в меру своего просвещения и сознательности подходит к этому празднику. Повторяю, только не надо ничего выдумывать. Потому что реальность, тем более духовная реальность, это совершенно четкая константа. Если действительно покаяние человеческое происходит после того, как он жизнь свою изменит, ничего другого на человека не подействует. Если праздник крещения Господня предполагает определенную нашу память о событии, связанных со Христом, соответственно, с ними нужно проводить этот день. Не нужно просто смешивать все в одну лоханку и делать какой-то непонятный салат. Отдельно это закаливание, отдельно моржевание. Это прекрасные вещи. Я сам этим занимаюсь уже 20 лет. Совершенно отдельная тема. Но когда у нас в крещении Господне говорят, что вот это купание, это все, это основное, простите, пожалуйста, это определенная девальвация самого события и праздника. Я думаю, от этого никакой пользы ни для души, ни для общества не будет. А если у нас все будет на своих местах, вот как блаженный Августин говорил, если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем. Вот если мы в этот праздник Бога поставим на первое место, все остальное, включая и купание, и домашние традиции, и семейные посетилки, все будет на своем, и все будет благочестиво и прекрасно. Благодарю вас за эту информацию. Но мы видим, да, в крещении, как много людей все-таки приходят к водоему, поэтому очень важно, наверное, рассказать, и почему, и как правильно, да, и о безопасности. Очень важно поговорить, раз так много людей это делают. У нас в студии Сергей Рухленко, человек, который уже больше 30 лет купается зимой, он сможет, да, дать полезные информации нашим слушателям, что это за эмоции, как правильно к этому подойти. Вы когда последний раз купали, Сергей? Вчера нас пригласили показать окунание в воду и рассказать немножко о купании с канала 161. Ну, это не важно. Главное, да, это было вчера, да? Три человека собрались, пробежали, размялись, показали, как окунаемся в воду, зашли, дали интервью. Погода была очень хорошая, крещенских морозов нет. Да, на реках лед сошел в некоторых местах, и надо искать места, действительно, где безопасно. Можно подойти к воде, окунуться, не надо увлекаться, не заплывать далеко. Просто если есть желание приобщиться к празднику, что и многие моржи делают, и купающиеся, и люди разных верований, наверное, просто прийти на источник, окунуть руки, полить на голову водичкой. Это будет символически. А если есть желание пойти на какие-то источники, которых в Ростове много, то можно увидеть действительно праздник. Народ собирается большими группами, пытается устроить себе в некоторых случаях даже веселье. Ну, наверное, увлекаться не стоит, надо просто думать о том, что вот такое гуляние народное, оно тоже имеет место быть, мы его не можем отрицать, надо, может, даже как-то приветствовать вот такое общение людей, единение, я бы так сказал, да, и духовное единение. Нагрянут морозы, закружат метели, на реках усилится лед, и с именем Бога в крещенской купели народ православный придет. Ну, а расскажите, как много людей, которые стабильно зимой регулярно купаются, и кого же больше, тех, которые в крещение первый раз приходят, окунулись и все, испытали стресс для организма, да, и до следующего года, или же которые все-таки зимой возвращаются к водоему и получают от этого какое-то удовольствие, заряд, здоровье? В Ростове есть несколько групп организованных моржей, места купания, это Северное водохранилище, затем Дон, Грибной канал, ну, препятствием являлись, допустим, реконструкция пляжа, вот мы год не могли просто приходить на Дон купаться, реконструкция канала идет, на Северном морже собираются, предоставляют им помещение где-то в кафе, ну, и есть организация, которая называется «Любители закаливания зимнего плавания», официально оформленная структура, есть руководители этой структуры, и мы стараемся, как бы, организовать мероприятия, не только связанные с крещением, с проведением купания, но круглый год, начиная с осени и до весны купаемся. Много таких людей, вот если о численности сказать? Ну, в настоящее время ходят, я уже сказал, в Ростове немного людей, я выхожу на источники, там гораздо больше купающихся, потому что люди в течение дня приходят, допустим, на Сорбхач, там рядом жилой массив, они купаются, подходят, ну, группы объединяются, допустим, пойти в баню и тут же выйти покупаться в купеле, это тоже развлечение или хорошая традиция, я сам хожу в баню, вот в отдельные дни, где есть холодный бассейн, это полезно, смена температурных режимов, человек как-то адаптируется к смене температуры, настраивается, и в любой критической ситуации он может предпринять какие-то спасательные, скажем, действия, помочь кому-то, тому, кто либо провалился, не дай бог, в прорубь, полонью, на реке или попал просто в какую-то ситуацию, допустим, обморожение, мы должны уметь помочь человеку. В этом году морозов нет, я надеюсь, все пройдет спокойно, хорошо, главное не мешать друг другу в процессе купания, очень доброжелательно относиться друг к другу, накинуть можно на себя полотенце, обязательно надеть тапочки, чтобы не поранить ноги, если холодно рукам, а им холоднее всего, нужно надеть перчаточки, шапочку, ну и после купания можно попить чайку, кофе, посидеть в теплых компаниях, побеседовать, приобщиться действительно к духовному богатству нашей страны, приобщиться к праздникам, к эпохальным периодам развития нашей страны, потому что в этот же период происходило освобождение, допустим, Ростова, 14 февраля мы празднуем освобождение города, об этом мы не забываем, мы проводим фестивали. Подробнее мы об этом поговорим, давайте не будем забегать вперед поэтапно, поговорим подробно, но вы купаетесь в крещение именно? Да, несколько лет мы выезжали, года три или четыре, на Парамоновские склады, сейчас там источник закрыт, не оборудован, и мы в том году, допустим, выезжали на Сурхач, мне было самому очень интересно увидеть тут большую массу людей, скопления, со мной ездят инвалиды по зрению, я специально заезжаю, семья Лубовых, руководитель зеленой лампы, это любители искусств, Надежда Иванова собирает инвалидов по зрению, они ежемесячно проводят мероприятия, кроме того, вот они мне приобщили к такому крещенскому купанию, мне интересно просто взять их, повезти куда-то, посидеть с ними, пообщаться, это хороший способ собрать друзей, и как-то провести хорошо праздничное время. Вот такое распоряжение к этому. Игорь Павлович, ну вернемся, мы сейчас поговорим о безопасности, о том, где какие водоемы, где официальные места для купания, как вы считаете, почему же так любят купаться в крещении, вот с чем связана вот такая традиция, которая устоялась? Ну, я думаю, тут надо погружаться в какой-то очень загадочный, волшебный мир русской психологии, почему это именно у нас сложилось, потому что ни в одной другой православной стране из 15 православных церквей такой традиции, вот в такую погоду и в таких экстремальных условиях погружаться в день крещения Господня нет. Как я уже сказал, это что-то исключительно из глубины вот нашей русской непознанной, такой очень любящей всякие экстримы души. Поэтому, думаю, вот правильно сейчас было сказано, это мероприятие, которое отчасти как-то людей объединяет, и общее какое-то такое событие, тем более связано с таким экстримом, оно, конечно, является достаточно интересным для многих людей. Поэтому тут нет никаких, на мой взгляд, глубоких духовных, может быть, моментов, тут исключительно такая вот психологическая модель, поведенческая модель, социальная такая. Поэтому, думаю, еще время должно прийти, чтобы кто-то это объяснил, почему люди у нас любят праздники. Мы вообще любим праздники, почему люди собираются? Праздник лишним не бывает, а тем более после вот этих двух-трех недель сидения по домам, эти такой столового времяпрепровождения выйти куда-то на экстремальный мороз, да еще себя вот так вот отдать вот этой экстремальной водой, наверное, тоже это отчасти как-то что-то объясняет. Я думаю, очень важно сказать вот еще о чем. Мы говорим о той воде, в которую мы погружаемся, это замечательно. Но праздник Крещения Господня, почему он с водой связан? Потому что в первую очередь после каждой литургии и 18-го, 19-го января происходит так называемое освящение, великое освящение воды. Это освящение воды происходит всего один раз в году. Великая агиасма или Великая святыня, так называли эту воду всегда. На Руси это греческое слово. Смысл в том, что эта крещенская вода по вере человека обладает очень уникальными свойствами и качествами, которые не сами по себе, не на физическом уровне такими являются, а если сочетается наша вера и вот эта Великая агиасма. Человек хранит эту воду дома. И вы знаете, я встречал древних таких старушек уже, у которых с 60-х, 70-х годов крещенская вода стояла, совершенно не портилась. Она правда необъяснима. В советское время атеистическая пропаганда пыталась, это объяснить серебряными крестами, которыми якобы попы освещают эту воду, и вот ионы серебра, и так далее. Все это баланду нам рассказывали, но повторить ничего подобного ни у кого не получалось. Вода тухла. Крещенская вода при бережном к ним отношении хранится очень долго. Крещенская вода является величайшей святыней и используется вот в каких моментах. Допустим, если вы почувствовали в жизни какое-то очень тяжелое состояние. Что-то вот, знаете, бывает даже с человеком с каким-то разговариваешь, такое ощущение, что вот как вампиризм, изнутри прям выпивает. Или в жизни бывают такие ситуации, ты чувствуешь, как ты изнутри просто, ну, пустота какая-то, какая-то боль, какая-то тяжесть. В такие моменты-то куда человек обладать? Какие таблетки пить? Какие витамины? Никакие. Вот обычно верующие люди берут тогда крещенскую святую воду, обладающую великой молитвой и великим благословением, омывают ее лицо, пьют ее вовнутрь с большим благоговением. И по опыту, хочу сказать, становится гораздо легче. Еще в крещении Господне мы, знаете, очень часто говорим не о том, как это должно быть, а к большому сожалению о том, как это не надо делать. У нас есть устоявшийся какой-то такой стереотип, что есть два дня этого праздника, 18-го накануне и 19-го. И 18-го января, и 19-го после каждой службы будет освящена вода. И в течение целого дня на всех храмах священники чередой будут выходить и освящать воду, которую верующие будут приносить. Поэтому тут я обращаюсь к радиослушателям, чтобы они не переживали. Вы в любой храм, а уж тем более в большой какой-то, можете прийти в течение дня со своей водичкой или там на месте приобрести эту воду, и вам эту воду осветят. И вот что 18-го, что 19-го, это абсолютно одна и та же крещенская вода, над которой считается одна и та же молитва и призывается, одна и та же милость и благодать Божия. Поэтому не надо иногда считать, что 18-го сильнее, 19-го слабее, это там кверху, это книзу, ничего подобного. Одна и та же вода. Воду эту хранят с благоговением и, как я сказал, вот таким образом потребляют. А, собственно говоря, уже непосредственно с купанием связан еще один момент, о котором тоже очень важно сказать. Ни в коем случае, ни до, ни после купания нельзя употреблять никакого алкоголя. Так или иначе, неподготовленный человек, вот моржи, они целый год к этому готовятся, они профессионалы, можно сказать, у них организм привык к этим стрессам. А если вы в течение года привыкли к теплым постелям и до достаточно комфортной температуры, мы потом раз в году входите в воду, ожидая, что произойдет какое-то чудо Божие, а я просто не знаю, с каким еще можно смыслом входить в эту воду, не ожидая, что реально в противовес всем показателям здравомыслия и опасностям вы входите в холодную воду, в холодную температуру и ожидаете, что вы не заболеете. Ясно, что это момент веры. То есть вы ждете от Бога чуда, что вы не только не заболеете, но еще хорошо будете себя чувствовать. Так вот, ожидая от Бога чуда, не чудите сами. Никакого алкоголя, ни до для согревчика, ни после нельзя употреблять. Если вы так делаете, никакая благодать Божия, никакое чудо, никакое чудо на вас не снизойдет. Поэтому правильно сказали. Чаек горячий можно, что-нибудь такое для согрева, но алкоголь и Великая Святыня, агиасма, в которую мы погружаемся в эту ночь, несовместимы. Спасибо. У нас в студии начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУМЧС России Простовской области Олег Силин. Олег Геннадьевич, расскажите, что вы наблюдаете в крещении 18-го, 19-го числа и как готовитесь к этому дню? Спасибо. Я хочу сказать, на территории области у нас планируется к открытию 140 мест для купания или, так сказать, омывения в праздник крещения Господня. Все эти места будут подготовлены и оборудованы соответствиями с требованием безопасности, которые необходимы. Это в первую очередь, чтобы отсутствовали какие-то промышленные или иные источные воды. Это должны соблюдаться санитарно-гигиенические требования. Я что еще хочу сказать, что из 140 предполагаемых этих мест, которые были согласованы с органами местного управления, 124 места будут находиться на открытых водоемах. То есть это реки, водохранилища, пруды. И в связи с тем, что у нас на сегодняшний день на территории области как такового ледостава нет, поэтому есть определенные, конечно, вопросы, связанные с рисками несчастных случаев людей, в том числе и при омывении. Поэтому я бы рекомендовал бы всем гражданам, жителям нашей Ростовской области именно приходить в те места, организованные, которые будут находиться под постоянным, так сказать, присмотром спасателей, врачей, полиции. Вот эти места, они все уже определены, будем так говорить, они размещены в прессе, в медиапространстве, поэтому все могут посмотреть, где эти места. Через средства массовой информации мы на местах также доводим эти места, поэтому определено там время посещения этих мест. На всех этих местах будет организовано дежурство. Оно начнется с 18 января с 20 часов до 19 января, 20 часов текущего года. Все эти места будут находиться под постоянным дежурством спасателей, врачей скорой помощи, представителей полиции. Также будут присутствовать в обязательном порядке спасатели. В каждой проруби в этом месте будет организовано их дежурство. Наряды будут казачества, восводы. То есть мы привлекаем достаточно много сил и средств для обеспечения, в первую очередь, вопросов безопасности людей именно при этих празднованиях. Также хотел бы обратить внимание, что мы, конечно, запретить не можем людям или ограничить купаться в каких-то других местах, потому что мы все прекрасно понимаем, что на территории Ростовской области очень достаточно водоемов. На каждый водоем можно поставить спасателя или заставить именно... Не получится. Поэтому, вот еще раз обращаясь к слушателям, все-таки наша просьба, все-таки купаться именно в организованных местах. Почему? Объясню. Неорганизованное место, да, может, люди и знают, что в этом месте безопасно. Но при какой-то нештатной ситуации, которая может возникнуть, потому что ледяная вода, это, как уже было сказано, это все-таки определенный шок для человека, который никогда этим вопросом не занимался, и особенно люди, которые могут страдать какими-то заболеваниями, это очень опасно. Поэтому, когда не будет рядом, образно говоря, квалифицированного спасателя или врача, то может быть какие-то последствия. Такие случаи у нас уже имеют место. Вот расскажите об этом, да, вы же наблюдаете, да, и действительно видите. И существует такое понятие, что в крещении ничего плохого не произойдет, но это заблуждение, одно из заблуждений, правильно? Да, это суеверие. Поэтому мы тоже рекомендуем, не надо окунаться, образно говоря, с головой, нырять или плавать. Как многие люди считают, что в этот праздник можно совершать купание, образно говоря, заплывы, ныряние. То есть это уже происходит какое-то совсем другое деяние, чем это предписано, образно говоря. Поэтому мы всегда говорим, люди должны сознанием идти, вот у нас, естественно, есть категория людей, истиновирующих, которые это понимают. Другая категория, так сказать, людей это за компанию. И третья категория людей, это которые уже, так сказать, на веселе, на горячее, идут в необорудованные места и начинают совершать, так сказать, смытие грехов. И вот там возникают какие-то несчастные, такие у нас нештатные ситуации. Такие случаи, конечно, были. Сотрудники полиции, мы будем объезжать такие места вдоль водоемов, так сказать, ограничивать движение этих, так сказать, ныряльщиков. Вот. И будем все-таки следить за этим порядком. Мы вернемся на рекламу, буквально три минуты, не переключайтесь, и мы вернемся. Реклама Рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Только шесть дней. Редкие святыни из России, Сербии, Черногории, Грузии, иконы, наборы для крещения, православная литература и музыка. 16-21 января. Дон-экспоцентр. Нагибина 30. 0+. Телефон рекламной службы «ФМ на Дону» 201-79-00. Автоновости. Будь в курсе тенденций новинок отечественного и зарубежного авторынка. Слушай «Автоновости» на радио «ФМ на Дону» в понедельник, среду, пятницу и субботу. Категория 12+. Брендинг личности от разработки до внедрения. Ваш персональный путь к своей эксклюзивности и аутентичности. Это программа о том, как позволить себе быть собой настоящим и зарабатывать любимым делом. Слушайте программу «Полезный навык» по вторникам, четвергам и воскресеньям на радиостанции «ФМ на Дону». Категория 12+. Обо всем самом сокровенном, о том, о чем мне принято говорить вслух, поговорим в ток-шоу «18+,» или «О чем говорят женщины». Программа выходит по пятницам в 18.00. Мужчинам слушать рекомендуется. Категория 12+. «ФМ на Дону» Это был неравный бой Между небом и людьми Между сердцем и судьбой Под названием «Серапия» «ФМ на Дону» Ничего, что было плохо, значит, будет хорошо Ничего, что было плохо, значит, будет хорошо «ФМ на Дону» Любите девушки, простых громадиков, отважных летчиков и моряков Бросайте девушки, товарищи мальчиков, не стоит им дарить свою любовь «ФМ на Дону» Под крики «Горько, горько» Мы целовались с тобой, ой, как бойко В шампанском в бокалах было столько Его не выпить до утра Большой информационный час Большой информационный час продолжается У микрофона Инна Панфилова, за звукорежиссерским пультом Светлана Пушкова Говорим о таком празднике, как крещение, о традициях и привычках Привычка, я называю, мы уже разобрались, что это купание в проруби В крещении у нас в гостях сегодня Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУМЧС Проси Простовской области Алексилин Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский И морж со стажем Сергей Рухленко Давайте поговорим о правилах безопасности немножко подробнее Что наблюдаете вы во время крещения у полыньи Как много людей приходит, какого возраста Врачи говорят о том, что детям категорически нельзя купаться в холодной воде зимой Ну и нужно внимательно, да, осторожно подходить к этому моменту Что вы видите? Я с вами очень согласен в том варианте, что нужно также следовать рекомендациям врачей Если, образно говоря, врачи говорят, что не следует людям, страдающим какими-то заболеваниями Или дети, которые еще не готовы к этому, так сказать, стрессу окунать воду Поэтому нужно все-таки прислуживаться Ну что на практике происходит, бывает совсем противоположно Многие родители приходят с детьми И даже такими, наверное, грудными детьми Там годик, может два И с ними вместе тоже совершают обряд омовения Я не могу сказать, это правильно или неправильно Это каждый, наверное, родитель сам определяет Это стоит ребенку окунаться или не стоит ребенку окунаться Но перед тем, как зайти в воду Мы, естественно, спасатели или государственные инспекторы по ММС Проводят беседу То есть рекомендуют, как бы, говорят, что не нужно нырять с головой Не нужно продолжительное время находиться там, более минуты в холодной воде Если вышел с воды, то необходимо быстро разогреть тело полотенцем Переодеться в сухую одежду, выпить горячий чай И находиться в сухом теплом месте То есть такие элементарные правила, они должны соблюдаться Не надо сразу садиться за стол Наливать себе горячительные напитки И так сказать, ну все, дело совершилось Есть ли такие случаи? Ну, конечно, такие случаи, как мы видим, есть Мы поэтому и стараемся организовывать дежурство Именно вот в этих местах И ограничивать людей, которые уже находятся в достаточно горячительном состоянии Чтобы это, во-первых, для них может быть очень неприятная ситуация Потому что обледенение, все-таки низкие уже температуры Человек может подскользнуться, удариться головой там или выехнуть Понести себе какие-то травмы Поэтому мы и сотрудниками полиции стараемся все-таки этих людей Увести с этих мероприятий, так сказать И чтобы они не обращали праздник, так сказать, нормальным людям Которые там находятся У нас достаточно большое количество людей Участвует в этих мероприятиях Вот, примерно по тому году Ну, около 100 тысяч населения Все-таки в Ростовской области посетили эти мероприятия В этом году мы тоже планируем Не меньше будет участвовать население Притом это еще выпадает на выходной день Не на рабочий Поэтому люди, по всей видимости Будут идти и участвовать в этих мероприятиях Возраст Ну, мы такую статистику, конечно, не ведем Но в основном это люди молодого возраста Ну, скажем, до 50 лет В основном это молодой контингент людей Конечно, встречаются и пожилые люди Но они достаточно к этому относятся очень тщательно Это, по всей видимости, очень верующие люди Которые соблюдают все каноны И ведут себя достаточно достойно Очень здорово, что вы это отметили Давайте расскажем для тех людей Которые нарушают все-таки одно из главных правил Это огорячительные напитки Наверное, они не знают, как правильно Как правильно разогреть свой организм без этого Да, Сергей, расскажите Есть ли физические какие-то упражнения Которые нужно сделать перед тем, как погрузиться в воду Естественно, огорячительные напитки Потреблять нужно дома, наверное И до праздника, после праздника Как уже говорилось, можно делать это все Ну, чай есть разогревающие какие-то напитки В том числе кофе, наверное, да Которые подогреют Давайте так по правилам Пришли к полынье, да Что нужно сделать, приготовить одежду Ну, нужно не забывать, что это, прежде всего, смена температурного режима Человек находится в тепле Если вы раздеваетесь перед купанием Нужно, наверное, походить и немножко адаптироваться к этой температуре Чтобы переход, разница температур Тела и воды была поменьше В этом случае и тепловой удар будет восприниматься легче И можно ограничить пребывание в воде Несколько секунд достаточно, чтобы окунуться Если человек окунается с головой Конечно, нужно учитывать личное состояние, самочувствие И знать, что в случае спазма сосудов головного мозга Это может привести к головокружению Я советую, ну, в этом случае надо в теплое помещение выйти Если что-то наблюдается И, может быть, лечь, наклоняя голову вперед Чтобы притыл к крови был в голове Потому что сужаются сосуды И головной мозг просто может терять кислород Наступать может кислородное голодание Чтобы этого не было Ну, нужно использовать, наверное, защитные тапочки И перчатки, и шапочки Если низкая температура Потому что в север Ростовской области Там, наверняка, температура пониже У нас в Ростове в этом году температура не очень низкая Ну, может быть, завтра действительно морозы и нагрянут Как говорится Ждать нужно всего И мы, прежде чем окунаться Всегда делаем небольшую разминку Для опытных людей, для моржей Для закаливающихся достаточно минут пять Сделать зарядку, гимнастику Попрыгать, побегать Пробежку сделать После этого уже окунаться Не надо торопиться Длительность купания Как говорится, неограничена Можно и 18-го числа купаться И весь день И даже всю ночь Некоторые предпочитают Именно вот 12 часов Если уж вы хотите окунуться Именно в полночь Тогда нужно пропустить всех Посмотреть, как это делается Приобщиться И потом уже аккуратненько Самому окунуться Минуты до конца эфира Выйти, наверное, нужно сразу Быстренько, тщательно Вытереться и одеться Правильно? Да, но если нет помещения Конечно, нужно не использовать Протирание тела Просто промокнуть воду Потому что охлажденные части тела Или клетки Они могут просто разрушаться При физическом воздействии Нельзя воздействовать Различные там сушители волос Электрические приборы Потому что это тоже приводит Уже к температурному перегреву И клетки разрушаются Может возникнуть аллергия Что часто наблюдается То есть обычно Теплые одежды Оделись Изолировались От холода И от воды И человек входит В нормальное свое состояние Постепенно Ну и по два слова завершения Игорь Иванович Я тоже, наверное, инструкцию Со своей стороны дам Не менее важную Входя в святую воду крещенскую Мы делаем следующим образом Крестимся Произносим Во имя Отца Погружаемся Выныриваем Из Сына Погружаемся Выныриваем Из святого духа Погружаемся Выныриваем Вот этих три погружения Вполне достаточно Чтобы хотя бы внешне Соответствовать этому празднику Благодарю вас за беседу Напомню, что не забывайте О безопасности И информация подробная На сайте МЧС Также есть ГУМЧС По Ростовской области Благодарю вас за беседу Спасибо Далее интервью с врачом-терапевтом О той же традиции О купании в крещении Дело в том, что в течение двух недель После 18 и 19 января К ним обращаются К врачам люди с ОРВИ Гипертоническими кризами И так далее Что делать, чтобы сохранить здоровье Слушайте прямо сейчас Зима, зима И ей совсем не важно Как ты там не сходишь ни с ума